Единственное желание онкологического больного успешно завершить лечение и забыть про страшное заболевание. Ну вот заветная цель достигнута, а вместо эйфории приходит страх за свою внешность, за внутренние изменения, за то, что болезнь вернется снова. Про жизнь после рака поговорим сегодня. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору и доктор». Уже в студии. Это Татьяна Сивохина, заведующая отделением реабилитации Самарского областного клинического онкодиспансера. И у вас есть прекрасная возможность Татьяне Александровне сегодня задать интересующий вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. 202-11-22. Это телефон прямого эфира. Звоните, пожалуйста, в студию. Наверняка вопросов по этой теме будет много. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Татьяна Александровна, весна как-то уже много лет так сложилась традиционно, что в медицине это время обратить особое внимание на женское здоровье. Может быть, потому что весна ассоциируется как-то с женщинами, с расцветом. Ну, мы сегодня, к сожалению, о болезнях все-таки не о расцвете. И если, например, говорить о всех возможных женских онкологических проблемах, то гинекологический рак, насколько мне известно, занимает в них такое достаточно большое место. И вот парадоксально и печально, ну, сколько бы мы об этом ни говорили, тем не менее, гинекологический рак диагностируется очень часто на поздних стадиях. Тогда, когда уже либо очень трудно, либо невозможно как-то помочь человеку. Почему? Я не знаю, это риторический вопрос, конечно, но у вас есть ответ на него. Добрый день еще раз. Ну, если мы говорим вообще сегодня о женском здоровье, только не только это онкогинекологические заболевания, да, это еще и молочная железа. Это вообще репродуктивная система, это женщина. И что нужно отметить, что на первом месте все-таки это молочная железа, и на втором месте это онкогинекология. Почему на поздних стадиях? Ну, это, наверное, больше от пассивности от нашей, от незнания, от отсутствия информации, либо от нежелания знать информацию о том, что, еще раз повторю, рак это одно из тех хронических заболеваний, которые излечимы на ранней стадии. Но требуется от женщины взять и прийти хотя бы раз в год в смотровой кабинет, обратиться к врачу и пройти обследование. И тогда не будет у нас тех запущенных форм рака, о которых мы говорим. Потому что что молочная железа, что гинекологические заболевания, рак шейки матки, например, это форма наружных локализаций рака и легко, в принципе, диагностируется. Я ошибаюсь, или вот эти проблемы посещают все-таки женщин, скажем так, среднего возраста чаще, не пожилых? Ну, вот в настоящий момент, конечно, есть тенденция к омоложению рака. Нельзя сказать, что это пожилой возраст или после 70. Средний возраст все-таки это 55-65 лет, это чаще всего, но и также часто встречается в более молодом возрасте. Если вы опоздали к началу программы, сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Татьяна Сивохина, заведующая отделением реабилитации Самарского областного клинического онкологического диспансера 202-11-22, как обычно, прямой эфир. Звоните, не ждите окончания программы, задавайте свои вопросы. Вот мне кажется, что онкология – это такой один из самых ярких примеров, когда, скажем так, операции или первой стадии лечения, само лечение не заканчивается, и что это еще только начало, и нужно продолжать дальше, иначе успехов достигнуть невозможно. К сожалению, лечение, может быть, даже сейчас уже и к счастью, да, медицина вырвалась вперед, и у нас комплексное лечение, комбинированное лечение злокачественного образования – это порой не только операция, это еще и химиотерапия, лучевая терапия и, конечно же, реабилитация. Нельзя исключить ни один из процессов для того, чтобы качество жизни после лечения оставалось, по возможности, таким же, которым было до лечения. Знаете, вы сейчас, может быть, удивитесь, но я прочитала, что, причем прямо вот выписала для вас дословно, увы, в нашей стране реабилитации после онкологии не придается достаточного значения, и автор статьи рекомендует оперироваться в России, а вот на реабилитацию ехать за границу. Ну, увы, опять, наверное, это отсутствие информации, потому что у нас есть и были вот до вот этой эпид-ситуации пациенты из ближнего зарубежья даже, и были те пациенты, которые лечились, делали хирургическое лечение, химиотерапию получали за границей, но реабилитацию приезжали к нам. Во-первых, ну, это материальный аспект, и, во-вторых, у нас она наиболее полная, и у нас она выделена отдельным таким аспектом только для онкологических пациентов в нашем центре. И я вот не могу сказать, сейчас вот реабилитация в настоящий момент уделяется достаточно большое внимание в стране в целом, не только по онкологии, это и по другим соматическим заболеваниям. И вот сейчас как раз тот момент, когда реабилитацию рассматривают неотъемлемой части лечения любого заболевания. Ну и все-таки логично, наверное, пройти лечение и реабилитацию в одном месте, когда доктора уже знают уже какие-то твои особенности, твои потребности. В принципе, это даже не обязательно, это не требуется. Часто бывает, что лечение получают в одном месте, реабилитацию получают у нас, либо наоборот, а какие-то там такие масштабные мероприятия, допустим, они могут получить в каком-то другом центре, а на поддержку терапии приехать к нам. Медицинская документация содержит все основные параметры, которые необходимы врачу-реабилитологу, любому другому врачу для того, чтобы составить индивидуальную схему лечения дальнейшего и наблюдения пациента. Если говорить о длительности реабилитации, то в зависимости от заболевания она разная или в среднем можно как-то представить это? Вот если мы будем говорить о длительности, то вот в настоящий момент реабилитация, она несколько этапов состоит. И на протяжении каждого этапа лечения своя реабилитация. Начинается она с момента постановки диагноза. Далее реабилитация продолжается во время хирургического лечения, когда пациент непосредственно находится на стационарном лечении своего заболевания. Далее он переходит в группу диспансерного наблюдения, получает химиотерапию, лучевую терапию. Реабилитация также идет параллельно с лечением. И когда он уже становится чисто диспансерной группой, там до 5 лет на учете стоит, также он может воспользоваться реабилитацией, в принципе, даже и дольше, если это требуется. И вот так сказать, что вот на это там нужен год, и чтобы вот раз реабилитация закончилась, или 10 лет, невозможно. Иногда требуется всю жизнь ходить на какие-то вот реабилитационные поддерживающие мероприятия, для того, чтобы уровень жизни, качество жизни было достойным. Но в любом случае, чем раньше мы начинаем, а мы начинаем прямо в ранние сроки, говорю, с момента постановки диагноза, тем выше успех лечения. Есть даже, я слышала, предреабилитация, то есть какая-то уже подготовка к началу. Есть и такие моменты, когда, например, у пациента будет обширная операция, реабилитолог приходит и обучает его, как нужно будет вставать с постели, как нужно будет правильно дышать, какие у него будут сложности потом, для того, чтобы у него были полные знания о том состоянии, в котором он столкнется, чтобы не было дальше паники. Также психолог. Психолог находится у нас вот прямо с момента постановки диагноза. За руку идет. За руку, и это правильно, потому что сам диагноз – это не просто стресс, это, возможно, какая-то кризисная ситуация может случиться, это уходит депрессию. И здесь помощь психолога очень велика. На это мы тоже обращаем большое внимание. И до лечения, во время лечения и после лечения за руку психолог. Есть такая возможность, чтобы рядом с пациентом всегда находился психолог. Все зависит опять от пациента, от его желания, от его потребностей. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня вопрос по реабилитации. Скажите мне, пожалуйста, вот если человек во время реабилитации заболел коронавирусом, ну, я так понимаю, что наверняка реабилитация прерывается. Потом придется начинать все сначала или есть какие-то другие варианты и методы? Да, спасибо за звонок. Если человек заболевает коронавирусом, однозначно на первом месте идет это лечение коронавирусной инфекцией, потому что это инфекция, да, в особых условиях ее нужно лечить. Вот, а дальше возвращается к нам, и мы уже смотрим, и, возможно, мы корректируем программу реабилитации не только по онкологии, а еще и последствия вот вирусной пневмонии тоже можем подключить к каким-то ряд мероприятий. Ну, то есть не факт, что впустую все, что уже пройдено, доза пневмонии? Реабилитации не бывает такой, что вот впустую и отбрасывать назад мы продолжаем, потому что это процесс небыстрый, и он иногда до нескольких лет бывает, и сопровождение вот это революционное порой и всю жизнь. Поэтому ничего страшного. Сначала лечение коронавирусной инфекцией, потом опять к нам. Татьяна Александровна, раз уж спросили про коронавирус, для онкопациентов это, наверное, опаснее, чем для здорового человека, скажем так? Конечно, онкологические пациенты входят в группу риска по возможным более серьезным осложнениям, когда они заболевают коронавирусной инфекцией. Но, тем не менее, есть масса таких случаев, когда и в легкой форме переболевают, и ничего страшного. Просто, конечно, им нужно, так как иммунитет несколько ослаблен, больше этому вниманию уделять и больше поберечься. Давайте, чтобы, может быть, поподробнее поговорить про реабилитацию, давайте сначала посмотрим сюжет. Нет, не посмотрим сюжет, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, вот у меня есть родственница, она из Казахстана, но очень хочет пройти курс реабилитации. Может ли она это сделать в условиях от Самарского онкоцентра? Да, спасибо. Спасибо. Мы занимаемся реабилитацией пациентов из ближайшего зарубежья. У нас даже разработаны комплексные программы реабилитации, и не только для онкологических пациентов, а по многим и другим нозологиям. Конечно, это будет на платной основе, но мы принимаем. И стоит только... На сайте есть вся информация, на сайте Самарского областного клинического онкологического диспансера, как это сделать, алгоритм движения, какие нам нужны для этого будут обследования, с кем нужно будет связаться. Мы записываем и проходим реабилитацию. А мы смотрим сюжет. 12 лет назад у Натальи Фокиной диагностировали рак молочной железы. Во время очередной медкомиссии по месту работы у Натальи обнаружили опухоль. После операции начались осложнения. Женщина практически не могла двигать рукой, она опухала и болела. Наталья решила пройти реабилитацию в онкодиспансере. Опытные специалисты прописали ей необходимые процедуры. Два раза в год я стараюсь приезжать. Ну и рука, она вот стала такой же, которой и раньше она у меня была. Потом вот как мы лечение пройдем, я опять к врачу, опять замеры, выписка. И в выписке написано, что мы должны делать после того, как прошли лечение. Это рукав обязательно носить, когда работаешь, все домашние дела делать. То есть ввиду такой же здоровый образ жизни. Врачи напоминают, что реабилитация – это многоэтапный процесс, который должен носить непрерывный характер. Для этого в онкодиспансере есть все необходимое. Например, зал гипербарической оксигенации, где пациентов помещают в барокамеру и лечат кислородом под повышенным давлением. Процедура оказывает противовоспалительные, бактерицидные и противоотечные эффекты. Кроме того, в отделении реабилитации работают опытные психологи, которые проводят так называемую арт-терапию, то есть лечение с помощью искусства. Во время творческого процесса пациенты выносят травмирующее переживание вовне. Она вытаскивает человека с того состояния, в которое мы сюда попадаем и впадаем. Мне, по крайней мере, мне она очень помогла. Немаловажные для восстановления после болезни массаж и лечебная физкультура, которые используют на всех этапах противоопухолевого лечения больных. За год через отделение реабилитации Самарского онкодиспансера проходит порядка 6 тысяч пациентов. Реабилитацией мы занимаемся любых нозологических форм, онкологических пациентов, то есть любыми локализациями рака. В борьбе с этими всеми проблемами нам помогает именно, конечно, комплексный вот этот подход, индивидуальный подход к пациенту. Получить помощь могут онкобольные, которые находятся как на стационарном лечении, так и на амбулаторном. Если пациент нуждается в реабилитации, он может взять направление в своей поликлинике у онколога и прийти на консультацию в онкодиспансер, где его осмотрят специалисты и назначат необходимые процедуры для восстановления. Итак, мы вернулись в студию. Сегодня мы говорим о реабилитации после женской онкологии. И на ваши вопросы отвечает Татьяна Сивохина, заведующая отделением реабилитации Самарского областного клинического онкологического диспансера. 202-11-22, телефон в студии работает. Вот в сюжете прозвучало, что если требуется реабилитация, ну о женщинах мы сегодня уже договорились, что говорим о женской онкологии, так она может, если требоваться, или все-таки она требуется при каждом лечении каждому пациенту, и что в себя включает именно направление женской онкологии? По нашему опыту, наше отделение работает уже свыше 18 лет, по нашему опыту около 90% женщин нуждаются в реабилитации, в той или иной. Почему 90%? Ну вот 10% я оставляю за теми, у которых никаких нет проблем, была небольшая опухоль, и психологических тоже никаких проблем нет. Но это та небольшая группа, 10%, которая, ну да, она есть. Но, значит, для того, чтобы решить, нужна реабилитация или не нужна, конечно же, нужна консультация врача-реабилитолога, который смотрит на пациента, смотрит на его реабилитационный потенциал, есть ли над чем работать. Есть такая шкала реабилитационной маршрутизации, оценивает эту шкалу. Дальше составляется реабилитационный диагноз и составляется индивидуальная программа реабилитации, в которой может включать в себя ряд мероприятий. Это вот, как мы смотрели в сюжете, и лечебная физкультура, физиотерапия, психологическая помощь. У нас есть врач-дерматолог. Свыше 37 специалистов работают в нашем отделении по разным совершенно направлениям. И у каждого пациентки, пациенту составляется индивидуально эта программа. И начинаются эти мероприятия. Физиотерапия. Конечно, есть особенности применения физиотерапии у онкологических пациентов. Не все физиотерапевтические факторы можно использовать в онкологии. Никаких тепловых, никаких прогревающих, стимулирующих процедур. А только ровно те из электролечения, магнитотерапии, светотерапии, которые снимают те последствия болезни, отек, боль, воспаление, которые необходимы. И такое оборудование свыше 70 штук техники физиотерапевтической в нашем отделении находится. Летина Александровна, прежде чем продолжим, давайте звонок еще один приймем. Алло, здравствуйте. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алла Петровна, у меня такой вопрос, он уже на внешний день. 1 декабря я болела коронавирусом с двухсторонним воспалением легких. Где-то месяц через вас плавили, у меня началось обильное выпадение волос. Не знаю, как лечить, чем лечить и как с этим бороться. А вы онкопациент? Нет. Просто после коронавируса начали выпадать волосы. Да, это очень обильно и сильно. То есть такое впечатление, что обрушение скоро будет. Да, мы поняли. Я не знаю, сможем ли дать какой-то совет, Татьяна Александровна. Здесь, конечно, нужно более подробно разбираться, какое у вас было лечение. Может быть, были высокие уровни гормональных препаратов, да, и это последствия от терапии коронавирусной инфекции. Конечно, в нашем отделении есть врач-дерматолог, можно обратиться к нему на консультацию. Ну, тогда, даже если вы не онкологический пациент, по платным услугам можно прийти и, в общем-то, более подробно с вами поговорить. Ну, раз такая проблема есть, все равно надо разбираться, конечно, с ней и решать. Потом будет сложнее. Я перебила вас, когда мы говорили про особенности реабилитации женской. Да, и здесь нужно учитывать при составлении индивидуальной программы реабилитации не только на каких сроках было, да, сколько прошло лет или месяцев после того, когда было специализировано лечение, да, хирургическое лечение, химиотерапия. Год, два, может быть, 10 лет, может быть, месяц. То есть через год и через два можно прибегнуть к реабилитации? Ну, конечно, однозначно. И даже не то, что можно, чем дальше проходит, тем могут быть более такие серьезные осложнения в виде, вот мы видели сюжет, отека руки на стороне операции. Когда удаляется молочная железа, либо по онкогинекологии делается операция, возможно, еще удаляются ближайшие лимфатические узлы, и тогда отток лимфы затрудняется из конечности. Начинается отек руки или ноги, и чем больше срок, тем это может быть опаснее, может присоединяется вторичная инфекция. Тогда, конечно же, нужно приходить в отделение реабилитации, разбираться, составлять программу и проходить реабилитацию, чтобы как можно быстрее вернуться к прежнему состоянию. К нам еще пришли зрители. Алло, здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос. Здравствуйте. Друзья, онкология крови два года назад пролечились в Калинино. Бывает, показали ли это вакцинация по ковиду? Да, спасибо, хороший вопрос. Спасибо за вопрос. Мы ждали. Да, мы предполагали, что такие вопросы могут быть. Здесь нужно опять-таки подходить индивидуально к вам, нужно смотреть, что за заболевание крови было. Стадийность вашего заболевания. И оценивать все риски и принимать решения о прививке. Вот так вот в эфире это очень трудно ответить. Ну, я думаю, и не нужно, наверное. Есть сейчас опыт, а онкологически больных прививают. Все-таки, да, то есть категорически, что никому нет. Нет, у меня есть масса таких примеров, где уже они привиты. Хорошо перенесли и первый этап вакцинации, и второй этап. Все благополучно прошло, без всяких последствий. Но каждый, нужно вопрос решать индивидуально. Мы в сюжете видели вот что-то типа космической такой капсулы. Я бы хотела, конечно, поподробнее, может быть, чтобы вы нам объяснили, что такое гипербарическая оксигенация. Как это действует? Что значит насыщение крово-кислородом и что дальше? Гипербарическая оксигенация, как уже показали, это сосуд, в котором есть возможность под насыщением кислородом, под высоким давлением лечить пациента. Это не барокамера. Это барокамера. Это барокамера. Это создается герматизация полная. Пациент туда помещается, поддается кислород и дается давление. Как мы уже видели, обладает противоотечным, противовоспалительным действием, обезболивающим действием. И очень хорошо зарекомендовала себя во время прохождения химиотерапии. То есть влияет и на кровь, восстанавливает ряд параметров во время химиотерапии. Даже позволяет за счет кислорода химиотерапевтический препарат подвести непосредственно к тому очагу и в большей концентрации, чем в достойной концентрации при лечении злокачественного образования. Также очень хорошо метод себя зарекомендовал при лечении после лучевых осложнений. Это ожоги на коже, на слизистых, лучевые эпителииты, дерматиты, циститы, ректиты. Великолепный метод. Противопоказаний практически к нему никаких нет. Зато показаний масса. И также, если мы говорим о женском здоровье, это пластика молочной железы. Лучше приживается... Диана Александровна, сейчас про это тоже, наверное, поговорим. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Как связана онкология, радикальное лечение и сфера косметологии, а именно эстетические процедуры по уходу? То есть уходовые, простые процедуры. Есть ли какие-то показания? Спасибо за вопрос. Да, вопрос мне понятен. Я, в принципе, ожидала, что такой вопрос может возникнуть, потому что мы говорим сегодня о женщинах, о женском здоровье. А этот вопрос, в общем-то, всегда волновал наших пациенток. Здорово, что волновал. Да, если вы онкологическая пациентка, либо вот ваши там знакомые, которых интересует этот вопрос, у нас в отделении опять работает врач-дерматолог, она же врач-косметолог, который может более подробно проконсультировать. Но я хочу, что для онкологического пациента эстетические процедуры в виде легкого массажа, легкого пилинга, легких каких-то непротивопоказанных процедур. Есть определенные методы в современной косметологии, которые мы бы не рекомендовали, которые обладают стимулирующим действием не только на кожу, да, но и, возможно, нет такого вот у нас вот опыта, да, там, при использовании, при онкологических заболеваниях. Но легкие косметологические уходовые процедуры даже рекомендованы для поднятия настроения. Ну, это, собственно, опять-таки, ответ на вопрос, жизнь после рака есть. Однозначно. А у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать такой вопрос. У меня оперировали родственницу по поводу рака молочной железы. И вот она уже много раз обращалась в поликлинику, ей там стоят вложенные воспаления. И она не знает, как ей уменьшить эту проблему, чтобы не так она мучилась с этим. И вот я услышала вашу передачу, и как-то ей хочу помочь. Может, обратиться в онкоспендер с этой проблемой? Да. Очень много уже раз это было. Да, спасибо еще за такой вот вопрос. К сожалению, осложнение лимфостаза, либо вот лимфодемы, отека руки, либо ноги, вот в виде вот рожественного воспаления, это одно из самых грозных, одно из самых частых проблем, с которыми мы встречаемся. В нашем отделении мы проводим комплексную терапию этого заболевания. Чем оно грозно? Потому что оно вызывает постоянно рецидивы, правильно вы сказали, а каждый рецидив – это еще больше отек и фиброз ткани. Поэтому мы этим занимаемся, направление с места жительства. И приходите к нам в отделение, будем разбираться, будем лечиться. Следующий вопрос тоже от зрителей. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А рекомендуете ли вы своим пациентам прививки от коронавируса? Просто, ну не знаю, какая-то противоречивая сама. Да, спасибо. Видимо, просто первые ответы не услышали. Да, спасибо. Мы уже этот вопрос несколько затрагивали. Есть уже опыт о прививках в онкологических, при онкологических заболеваниях. Он положительный, это опыт. Но опять-таки разбираться нужно индивидуально с каждым случаем. Нужно смотреть, что за онкологическое заболевание, стадийность его, чтобы принять такое решение. Вот так в эфире это, конечно, не скажешь. Но опыт такой уже есть. И у меня есть ряд знакомых, ряд знакомых даже пациентов, которые уже сделали прививки. И все благополучно прошло. Татьяна Александровна, не планируя сейчас уйти далеко в эту тему, все равно не успеем по пластике, как раз с вами только начали говорить. Скажите, а вот вообще в рамках курса реабилитации может быть назначена пластика груди? В нашем отделении это все-таки консервативная реабилитация. Пластика – это хирургическое лечение. И она возможна сразу одномоментно при хирургическом лечении рака молочной железы. То есть удаляется молочная железа, одномоментно делается пластика. И пациентка выходит уже не просто с прооперированной опухолью, а уже и с реконструкцией молочной железы. Это все одноэтапно делается. Когда она лежит, сразу присоединяется в хирургическом отделении, сразу присоединяется реабилитация. И этот процесс, в общем-то, одномоментный. То есть это улучшает проживаемость, да, скажем так? Да, и начинается, назначается определенная терапия, гипербарическая оксигенация. И да, очень хорошие результаты. Еще раз, все-таки, наверное, у многих этот вопрос есть. Как попасть на реабилитацию тем, кто, ну, не знаю, из, скажем так, из другого города? Либо те, кто не реабилитировался, начались какие-то проблемы, вот сейчас прошло какое-то время. То есть кого не отправили сразу на реабилитацию, вот как сейчас попасть? Попасть совершенно просто. Нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, к любому врачу, онкологу, к терапевту, к гинекологу, у кого вы наблюдаетесь. И просто сказать, что у меня вот есть такие проблемы, мне нужно в отделение реабилитации Самарский областной клинический онкологический спонсер. Вам выдается направление, вы приходите к нам на консультацию, врач-реабилитолог консультирует, составляет индивидуальную программу реабилитации, и вы приступаете, в принципе, к лечению. Очередности, ну, практически никакой нету. Поэтому, как только вы обратились, мы начали. Ну, и я думаю, что сейчас тоже многих волнует финансовая сторона этого вопроса. Можно ли пройти реабилитацию по полису обязательного медстрахования? Реабилитацию у нас проходит по полису обязательного медицинского страхования. И даже из других городов России можно взять направление и приехать. И вот в сюжете была пациентка, она не с нашей области, не с Самарской. Она приезжает с направлением и проходит реабилитацию. Татьяна Александровна, а есть какие-то примеры? Наверняка у каждого врача, вот, кто-то в копилочке какие-то истории лежат, когда действительно реабилитация, она вот, ну, просто вернула человека к жизни. И если бы ее не было, то все бы было, может быть, так по-другому. Ну, таких примеров у нас масса. Практически каждая пациентка, которая попадает к нам в той или иной степень, если она лечится у нас, значит, ей была показана реабилитация. Будь то психологическая помощь какая-то, будь то медицинская помощь. Ведь это же не просто взял вот и там удалил опухоль. Это, в общем-то, довольно-таки крупные, сложные оперативные вмешательства. И они, конечно, за собой ведут последствия. Вот удалить молочную железу – это непросто. Могут возникнуть и ограничения движения руки на стороне операции. Ну, рука бездвиженная, не в том объеме она работает. У кого-то все благополучно, но психологическая травма, потеря женственности, страх смерти – здесь уже подключаются психологи. В любом аспекте мы помогаем, с любыми проблемами пытаемся, и мы справляемся. И я думаю, что реабилитационная помощь – это как раз тот момент, который улучшает качество жизни и возвращает наших пациенток, любимых наших пациентов к нормальному жизни, в строй опять. И они, в общем-то, счастливо живут дальше. Ну, трудно не поверить такому авторитетному профессиональному доктору. И так мы сегодня говорили о том, есть ли жизнь после рака, а на самом деле о том, как после оперативного лечения пройти реабилитацию, насколько это важно. В студии была Татьяна Сивохина, заведующая отделением реабилитации Самарского онкодиспансера. Ну и будьте здоровы, конечно же, в первую очередь. Будьте здоровы. До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова